Результаты отдельных исследований подтверждают, что острое хроническое употребление какао оказывает положительное влияние на некоторые когнитивные показатели. После острого употребления эти положительные эффекты, по-видимому, сопровождаются увеличением мозгового кровотока или оксигенацией мозговой крови. После хронического приема флавонолов какао молодыми людьми было обнаружено улучшение когнитивных функций и повышение уровня нейтрофинов. В недавнем систематическом узоре было указано, что память и исполнительные функции могут значительно улучшаться после приема промежуточных доз флавонолов какао – 500-750 мг в день. Данные исследования на животных показали, что эпикотехин и различные микробные метаболиты флавонолов, а также тиабрамин проникают через гематоэнцефалический барьер, что позволяет предположить, что они могут действовать непосредственно на мозг, приводя к когнитивным улучшениям. Результаты изолированного приема эпикотехина на животных моделях свидетельствуют об улучшении пространственной памяти, ангиокинеза и плотности нейронных шипиков. У грузнов после приема полифенолов также наблюдалось увеличение экспрессии генов, ранее связанных с обучением, и снижение маркеров нейродегенерации. Эти модели на животных помогли охарактеризовать некоторые механизмы, запускаемые полифенолами какао в конкретных тканях, и подтвердили, что мономерные флавонолы и их микробные метаболиты проникают через гематоэнцефалический барьер и локализуются в головном мозге, особенно в областях, связанных с обучением и памятью, таких как гиппокамп, кора головного мозга, мозжечок и полосатое тело. Эпикотехин легко всасывается в пищеварительные системы человека, достигая максимальной концентрации в плазме и крови через 2-3 часа после употребления. Значительная часть циркулирующих уровней эпикотехина может пересекать гематоэнцефалический барьер и обладать способностью действовать непосредственно на мозг, что потенциально может привести к улучшению когнитивных функций. Учитывая тесную связь между здоровьем сосудов и когнитивной функцией, возможно, что какао косвенно улучшит когнитивные функции за счет улучшения мозгового кровотока и здоровья сосудов. Кроме того, модели на животных показывают, что введение флавонола в какао стимулирует ангиогенез в гиппокампе. Из-за множества биологических эффектов флавоноидов какао недавно было высказано предположение, что все эти механизмы играют определенную роль и взаимосвязаны. А эндотелиальный оксид азота представляет собой ключевую молекулу в этих отношениях.